Уважаемые коллеги, предновогодние встречи и переговоры в одном из красивейших городов мира Санкт-Петербурге уже стали нашей доброй традицией, выражая признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за гостеприимство и высокий уровень организации и мероприятия. Нынешний год был сложным, прежде всего из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности. Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9%. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны евразийской пятерки, о чем уже сказал президент России. Вместе с тем, для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик, мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от 1,5 до 3%. Евразийский экономический союз, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 трлн долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать существующие экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники Евразийского экономического союза в своих действиях и решениях должны исходить именно из этой повестки дня. Поэтому одной из приоритетных задач, на мой взгляд, является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение принятой сегодня декларации «Евразийский экономический путь», которая сопряжена с глобальной инициативой Китая «Один пояс – один путь». Новый импульс необходимо придать для полноценной реализации фундаментальной основы ЕАЭС свободы движения товаров. Несмотря на открытие таможенных границ, каждый из стран, к сожалению, продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли. Еще одно важное направление сотрудничества агропромышленный комплекс. Сегодня странам евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой, составляя чуть более 2%. А в это время на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одним из наших приоритетных задач. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинновации, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе. Как известно, со следующего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. В случае положительных результатов данный опыт можно будет распространить и на агропромышленный комплекс. ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И мы имеем все возможности, чтобы закрепить данный статус. В первую очередь речь идет о развитии коридора Север-Юг с выходом на государство Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута Челябинск-Россия-Булашак-Иран находит свое практическое воплощение. Со своей стороны мы готовы реконструировать узкие места в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах Бенео-Мангстао, Макат-Кандагаш и участие в автомобильной дороге Бенео-Шалкар. Для дальнейшего развития коридора создается совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана. Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран Союза присоединиться к данной работе. Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность Евразийского экономического союза. Мы завершаем строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Планируем запустить пять трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Гыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов Бахты, Халжат, а также морского порта в иранском Бендарабасе. Приглашаем страны Евразийского экономического союза к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнерской сети, крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Нам также следует рассмотреть возможность сопряжения цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы «Цифровой шелковый путь», построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие наших экономик. Предлагаю комиссии и правительствам наших стран изучить данный вопрос совместно с китайскими партнерами. Огромные перспективы открывает взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, о чем сегодня говорилось. Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений. Казахстан довольно успешно использует цифровые решения. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Намерены к 2026 году довести показатель экспорта IT-отрасли до 1 миллиарда долларов. Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе я предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне. В целом, в это непростое время важно последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями, о чем тоже сегодня было сказано. Я поддерживаю данное направление этой работы. Мы приветствуем подписание полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, который занимает важное место в системе наших торгово-экономических связей. Следует продолжать целенаправленную работу в этом направлении с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Индонезией, Монголией и другими заинтересованными странами. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями мы смогли нивелировать последствия текущих серьезных вызовов. Хочу поздравить уважаемого Владимира Владимировича Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации. Желаю вам, уважаемый Никол Иванович Пашинян, продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Позвольте также выразить искреннюю благодарность председателю Михаилу Владимировичу Мясниковичу за большой вклад в развитие евразийской интеграции. Уверен, новый состав коллегии приумножит набранные темпы интеграции на благо наших народов. В заключение хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов.